Доброе утро! Давайте сегодня в качестве нашего с вами укрепления, назидания, такой разминки духовной перед началом этого дня прочитаем послание к римлянам, 6 глава, 12-13 стих. Послание к римлянам, 6 глава, 12-13. И так да не царствует грех в смертном нашем теле. Чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваших Богу в орудии праведности. Да не царствует грех. Вот ущевание, которое Павел писал римлянам. Давайте подумаем, почему он писал так. Разве царствует грех в нашем теле? Разве нужно нам такое увещевание? Ну вот я думаю, что люди всю жизнь были, всю историю были примерно одинаковыми. Меняется мода, меняется одежда, оболочка, жилище. Ну в принципе люди остаются те же самые, такими же. Все люди исполнены своими страстями, исполнены желаниями какими-то. Всем нужно кушать, всем нужна любовь, забота. Все боятся смерти и все хотят, чтобы было все хорошо-хорошо. Поэтому я думаю, что как и тогда, так и сейчас время от времени грех берет над нами власть. И тогда мы не можем ему сопротивляться и отдаем свои тела, свои члены, как написано, в орудии неправды. Поэтому и рождается это увещевание. Да не царствует грех в вашем теле. В нашем теле. Вот, потому что, на самом деле, я не говорю, что всегда, а потому что Иисус искупил нас от рабства греха. Но время от времени мы сами предаем себя. Может быть это какая-то слабость, может быть это намеренно. Мы не хотим слушаться Богу, это какой-то бунт. Но бывает, что грех влечет нас и мы ему не сопротивляемся. Вот, Каину, вы помните такого персонажа в четвертой главе Бытия, Каину Бог сказал, когда еще Каин не убил Авеля? Когда еще он, видимо, только задумал это сделать? Он огорчился. Он огорчился из-за того, что Бог не принял его дар. Вот, сильно написано огорчилось лицо его, огорчился Каин, паникал лицо его. И Бог обращает к нему такие слова. Каин, он говорит, у тебя грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. То есть, смотрите, доколе мы находимся в наших смертных телах, грех лежит у дверей. Он как на самом деле спящая собака, которую если пнуть, или если разозлить, она бросится. Более точный образ, конечно же, дает само Писание. Написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот грех он такой. То есть, он как притаившийся лев в засаде. Он ищет кого поглотить. На самом деле, если мы стоим на пути к Господням, стоим на пути праведности, редко, когда человек намеренно грешит. Но часто это происходит случайно. Не добдел. Не проявил внимательность. Не помолился вовремя. Не осекся. Не остановился. И бах-бах-бах. Сделал то или иное. Не сдержался. Но, видите, Библия призывает нас господствовать над грехом. Господствовать. Потому что иначе он будет господствовать над нами. Что значит господствовать? Контролировать. Держать дистанцию в данном случае. Не подпускать его к себе. Наполняться Господом, Христом. Вот. Смотрите, здесь написано. Не предавайте членов ваших греху в орудии неправды. То есть, это наша ответственность. Бог искупил нас. Бог искупил нас своей кровью. Бог сделал все для того, чтобы мы жили безгрешной жизнью. И теперь остается за нами дело. Это наша ответственность. Не предавать свои тела в орудии неправды. Но, как здесь написано, представьте себя Богу, как оживших из мертвых. И члены ваших Богу в орудии праведности. То есть, смотрите, всегда-всегда в Библии такой принцип. Убрать плохое наполнится хорошим. Убрать одно, взять другое. То есть, никогда дом не должен оставаться пустым. Наше, я имею ввиду, сердце. Поэтому давайте наполняться Господом. Наполняться Его святостью, Его духом. Призывать Его в свою жизнь. Ведь именно это происходит. Именно так происходит исполнение духа. Когда мы просто просим Господа. Написано, что не мерой дает Бог Духа Святого. Мы просим Его, чтобы Он наполнил нас своим духом. Чтобы дал нам способность понимать Писание. Способность понимать, как его применить в своей жизни. И, на самом деле, иногда кажется, что такое-то занудство, вся эта борьба с грехом, так это все вот бесконечно. То есть, ты вроде как помолился, вроде ожил маленечко. Да, день прожил нормально. Там, может быть, час, два, три, пять. Неделю даже, может быть, прожил. И грех. Вот эти желания, похоть возвращаются. Оно никуда не уходит, на самом деле, из нашей жизни. Это просто как постоянные боевые действия. Вот. То есть, постоянно, постоянно нужно ждать броска от врага. Постоянно какая-то может случиться катавасия. Бомба взорвется, или там, найми не подорвешься, да. Или противник нападет превосходящими силами, или там, непревосходящими. То есть, это постоянно, постоянно возня. Но Писание и в этом нас поддерживает. И в этом дает нам надежду, что однажды все равно все закончится. Однажды мы предстанем пред Христом чистыми, искупленными. Потому что мы и есть такие. Просто вот до тех пор, пока мы находимся в нашем смертном теле, вот эта возня происходит. Но это не навсегда. Однажды мы увидим Господа лицом к лицу. И будем такими, как Он, безгрешными. Об этом говорит 1 Коринфянам, 15 глава. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Жало же смерти грех, силы греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Смотрите, во Христе у нас победа. Понимаете, наша победа – это Иисус. В этой борьбе мы не выйдем победителем, если будем стараться делать сами, без Христа. Но когда мы обращаемся ко Христу, то тогда победа будет за нами. Тогда Господь на самом деле будет бороться за нас и будет очищать наше сердце от греха, будет держать нас в своих любящих руках и не давать нам оступиться. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, помнить об этом, фокусироваться на Тебе, и, Господь, просто доверяться Тебе, представлять Свои тела в орудие Твоей праведности, чтобы Ты действовал через нас, а не грех во имя Иисуса Христа. Аминь.